Всем привет! Несколько дней назад в СМИ появилась новость о том, что форвард Зенита и сборной России Артем Дзюба попал в сферу интересов Милана в качестве возможной замены Ибрагимовича. Конечно же, эту информацию сразу же опроверг гендиректор Зенита Алексей Медведев, но я думаю, что и без его заявления было понятно, что это очередной вброс и с реальностью он не имеет ничего общего. Лично для меня любые трансферные новости, связанные с переездом Дзюбы в Европу, уже давно не вызывают никакого интереса. Очевидно, что свою мечту играть в Англии или в другом европейском чемпионате Артем променял на деньги. Это его выбор и мы не вправе его осуждать. Но в сегодняшнем выпуске я попробую вспомнить о всех европейских клубах, в которые мог перейти, на мой взгляд, один из лучших российских нападающих нынешнего десятилетия. В этом довольно обширном списке будут как явные слухи, так и вполне реальные трансферы, которые по тем или иным причинам не сложились. Начнем с того, что из-за выдающихся физических данных, Дзюба в понимании болельщиков был просто обязан попробовать свои силы в АПЛ. Да и сам футболист не раз высказывался, что мечтает поиграть в Англии. Еще в далеком 2013, когда Артем в составе Ростова наколотил 19 голов за сезон, СМИ отправляли его в Суонсе. А нахождение на тренерском мостике лебедей Михаэля Лаундрупа, который знал Дзюбу не понаслышке, добавляло интерес этому слуху. Но откровенно говоря, навряд ли валийская команда всерьез задумывалась бы о приобретении игрока Ростова. При том, что у них на пике формы был и вуарийский голеодор Вильфред Бони. С показателем в 26 мячей за один год во всех турнирах. В 2015 году Дзюба мог покинуть чемпионат России и отправиться покорять Францию. В январе на него вышли представители Лиля, которые зазывали форварда к себе и предлагали зарплату в 1,5 млн евро в год. Но на тот момент судьба Артема уже была решена. Он отказался от предложения французов и транзитом через Ростов со скандалом переехал в Петербург. За полгода до провального евро 2016 в СМИ появилась информация, что российский нападающий может пополнить ряды итальянского Лацио. Который начал искать новые варианты в атакующую линию после того, как Мирослав Клозе заявил, что в скором времени завершит карьеру. Но в преддверии большого турнира менять клуб, естественно, Артем не собирался. И эта новость оказалась очередной журналистской уткой. Примерно в то же время были разговоры про интерес со стороны других команд из серии А, а именно Фиорентины и Милана. И если вспомнить, как удачно Зенит провел групповой этап Лиги Чемпионов в том сезоне, то можно предположить, что действительно дзюба мог заинтересовать европейские клубы. Вот только злополучный евро во Франции расставил все на свои места. В 2017 году журналисты сочиняли байки про переход Артема куда только угодно. И в Китай, и в Турцию, и в немецкие Ганновер и Байер. Но по итогу новый сезон для игрока начался настолько ужасно, что он отправился перезагружать в срочном порядке свою карьеру в Арсенал. Вот только вместо Лондона билеты были куплены в Тулу. Домашний Мундиаль сделал из Артема Дзюбы настоящую суперзвезду российского футбола. Естественно, что на волне успеха к его персоне было повышенное внимание. И все думали, что вот сейчас самое время перебираться в более сильные лиги. В летнее трансферное окно каждую неделю сыпались новости про новые возможные переходы нападающего. Дзюба переедет в Китай. Кардив Сити интересуется Дзюбой. Французский Бордо хочет приобрести форварда сборной России. Дзюба договорился о контракте с турецким Галатасараем. Дзюба уедет покорять АПЛ. Подобные заголовки пестрили в новостных лентах до самого окончания трансферного окна. А что в итоге, мы с вами прекрасно знаем. Дзюба остался в России. Скорее всего, как минимум половина из тех новостей были правдой. И наверняка многие команды из Европы находились под впечатлением от игры 22 номера сборной России на чемпионате мира. Это было идеальное время, чтобы попробовать свои силы за границей. Но Дзюба ждал предложения от больших команд. Ему попросту не хотелось менять зарплату в Зените и игру в Лиге чемпионов на средние клубы Италии, Германии и Франции. Но нужно понимать, что Артем по-настоящему блеснул только в 30 лет. Для удачного переезда в Европу это очень поздно. И естественно, топ-клубы Старого Света даже не смотрели в его сторону. Поэтому Артем выбрал газпромовскую синицу в руках и остался почивать на лаврах в РПЛ. За последние два года Дзюба стал настоящим лидером сборной России и Зенита. Причем как на поле, так и за его пределами. Он стабильно забивает, отдает голевые передачи, выигрывает личные награды и завоевал золотые медали чемпионата России. Он один из самых популярных игроков в нашей стране и у него существенная фан-база среди болельщиков. Хотя с этим можно и поспорить. На протяжении этих двух лет различные инсайдеры и новостные порталы постоянно подогревают интерес публики новыми новостями о будущем игрока. И конечно же большая часть это новости о переезде Дзюбы в Европу. А после того, как нападающий подписал контракт с агентской компанией Джорджа Мэндиша, разговоров стало еще больше. Если почитать новости за 2019 год, то складывается такое ощущение, что почти вся АПЛ нуждается в Дзюбе. Вестхэм, Бёрнли, Эвертон, Саутгентон, Нью-Кассел, Кристал Пэлос, Вулверхэмптон. Прямо таки всем нужен нападающий из России. Но вот парадокс. Дзюба в очередной раз никуда не ушел и, судя по всему, из-за этого не расстроился. В прошедшее зимнее трансферное окно мы наблюдали очередную серию этой нескончаемой саги под названием «Переезд Дзюбы в Европу». На этот раз он якобы понадобился Интеру, Лацио и Тодденхэму. На всякий случай напомню, кто играет на позиции Дзюбы в этих клубах, чтобы вам было легче понять, насколько подобный трансфер нереален. У команды Жозе Мауринью есть Харри Кейн, у которого хоть и была травма, но рано или поздно он бы ее залечил, а идти в аренду на полгода для Дзюбы не имело смысла. В Интере пара форвардов Лаутара Мартинес и Ромел Лукаку в незаконченном еще сезоне 19-20 на двоих забили 39 голов. А в том же Лацио на позиции центрального нападающего выступает капитан команды Чиро Иммобили, статистика которого в этом сезоне 33 матча, 30 голов. Да, я знаю, что Лацио играет по схеме в два форварда, но я сомневаюсь, что тот же Корреа или Кайседа уступили бы свое место Дзюбе. Поэтому, когда я вижу очередной громкий заголовок о возможном переходе 31-летнего нападающего из РПЛ в большой европейский клуб, я просто не могу воспринимать это всерьез. Подытожим. Контракт Дзюбы с Зенитом истекает этим летом, но с вероятностью в 99% он будет продлен. Руководство Синебелоголубых порой, конечно, и делает совершенно странные поступки, но я не думаю, что они могут себе позволить бесплатно отпустить своего ведущего футболиста. Поэтому, скорее всего, переподписание контракта – это лишь вопрос времени. И, как мне кажется, все эти разговоры про возможные переходы идут с подачи агентов для повышения будущей зарплаты своего подопечного. Артем Дзюба во многих интервью заявлял, что мечтает играть в АПЛ, но при этом он не хочет уезжать в слабые команды, он не хочет идти на понижение в зарплате, и он не хочет рисковать и в 31 год покидать тепличные условия в России. Его можно понять, и его решение нужно принять. Конечно же, время для перехода Дзюбиньо в Европу уже давно прошло. В его возрасте удачно адаптироваться к динамике английской премьер-лиги или к другому европейскому чемпионату невозможно. Он и сам это прекрасно понимает. Отбросив всю эту футбольную романтику и мысли о том, чтобы наши футболисты гремели в Европе, стоит признать, что Дзюба не собирается ничего менять и всю свою карьеру проведет в родном болоте. Любите наш футбол, как это делает Артем Дзюба. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok